Все, старший. Все, давай, побежали. Никаких четырех часов, чтобы через 20 минут здесь были. Соревнования школы безопасности – старая традиция округа. Они проводятся более 20 лет. Перерыв был только в прошлом году из-за пандемии. В нынешнем мероприятии участвуют команды из 12 школ. Программа довольно насыщенная. У нас соревнования состоят из нескольких видов. Самая длинная дистанция – это контрольно-комбинированный маршрут. Вот сейчас дети его проходят. В среднем уходит два часа на выполнение всех заданий. Семь этапов. Там есть скрытые этапы в виде нахождения контрольных пунктов. Они должны их найти и отметить на карте. Будет конкурс узлов туристских в виде эстафеты. И еще у нас будет спортивное ориентирование. Навыков в ходе соревнований нужно проявить немало. Например, транспортировка товарища, получившего травму. Если потерпевший притворяется, то носилки и крепления к ним должны быть сделаны по-настоящему, что и оценивают судьи. Она бежала и уронила, и упала, и сломала себе голень. И врезалась она в дерево нечаянно. Ну а вообще самочувствие-то как? Хорошее. Прочихорошее. Да. Ну, наверное, еще приятно было после такой беготни. Так вот все как бы вас несут, а вы все-таки отдыхаете немного. Да, согласна. Очень хорошо. А пока одни зарабатывают очки в соревнованиях, другие выполняют не менее важную миссию. Поддерживают костер в лагере и готовят пищу. На свежем воздухе, да еще после многокилометровых походов, зверский аппетит. Готовите, если не секрет. Куриный суп. С добавлением приправ. А на сколько человек готовите? На 10. Раньше соревнования проводились в течение трех дней. В этот раз, опять же из-за пандемии, сократили до одного. Количество дисциплин тоже уменьшилось. Даже на привале ребята не теряют времени даром. Тренируются перед очередным испытанием. Эти узлы нужны для завязывания определенных конструкций, которые понадобятся для прохождения отдельных этапов. К примеру, переправа навесной или параллельной переправы. К примеру, вот этот узел называется грейпвайн. Он используется для вязания прусиков. Кроме силовых дисциплин есть и одно творческое визитка команды. Впрочем, подготовка к нему одно удовольствие. Ведь главными элементами походной романтики во все времена были и остаются песни под гитару «У костра». Говори, чтобы остался я, чтобы опять не скитался я, чтобы рассветы закатами наблюдать из окна. А мне в дороге далекие, и маршруты нелегкие. Да и песня в дороге мне, словно воздух нужна. Соревнования проводятся недалеко от поселка Григорчиково. Они называются «Школа безопасности». Но чтобы их проведение тоже было комфортным и безопасным для ребят, администрации округа проделана большая работа. Произведен окос поляны всей, и была произведена обработка от клещей. Мы постоянно сюда привозим чистую, свежую воду. Все дети и их преподаватели, которые с ними знакомы с правилами пожарной безопасности, вы сейчас прошли и видели, что каждый костер в ямочке. Ямочка окопана, соблюдено расстояние до зеленых насаждений. По итогам соревновательного дня первое место в общекомандном зачете заняла Измайловская школа, второе – Винновская школа номер 5, и третье место получили ребята из Володарской школы. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.